Блины по 600 рублей из обычных блюд – дорогие шедевры. В Крачао-Черкесии молодые повара соревнуются в удовлетворении гурманов, богатых гурманов. С Олимпиады по высокой кухне репортаж Руслана Карпмазова. У Алины Уздинова Зеленчука сегодня вкусная битва. Она хочет стать лучшей среди студентов рабочих специальностей. На кулинарную Олимпиаду из Кисловодска в Черкесск приехал Изаур Тимирбулатов. Холодная закуска в шотах. Олимпийцы получили задание создать десерты в высокой кухне. И это соревнование очень важную роль играет для каждого студента. Стать лучшим поваром в стране, я думаю, это большой престиж и большие перспективы. Пока кулинарные Олимпийцы участвуют в битве ножей, рядом проходит соревнование среди студентов, мечтающих стать предпринимателями. Вот Евгения Алена презентует службу по уборке квартир. И бизнес их должен стать успешным, потому что они могут сами выйти на фронт в борьбе за чистоту. А умеете убирать? Конечно. Дома чистоту сами делаете? У меня вся семья полная и еще три маленьких ребенка. И весь частный дом на мне. И еще домашнее животное. Так что я в уборке разбираюсь. А вот Азамат хочет открыть черкесский антикафе, где за 120 рублей в час можно сидеть, болтать, пить бесплатный чай и баловаться бесплатными плюшками. Лимитировано ли потребление чая, булочек и плюшечек? Может быть, я накушаю там рублей на 500 за этот час? Нет, не лимитировано. Как каждый человек хочет, от этого же и плюсы. Людям будет интересно это. Самое главное, с собой плюшки не уносить. Да. Скажите, пожалуйста, так, а ваша прибыль из чего тогда будет состоять? Потому что 120 рублей вам не кажется, что это мало? Ну, не знаем, посмотрим, как оно пойдет. Черкесские опытные предприниматели уже пытались открыть антикафе, но не получилось. Но бизнес-тренер говорит, не надо молодым людям отчаиваться. Мы очень часто ошибаемся, говорим, ребята, это бесперспективно. Но парень пашет, он хочет и у него получается. В колледже индустрии питания, туризма и сервиса приняли региональный этап чемпионата профессионального мастерства, потому что жизнь доказала, не юристы, а повары нам очень нужны. Желающих творить на кухне так много, что необходим и конкурсный отбор, и даже интересное собеседование. Что вы любите, что ваши родители любят, много различных вопросов. А кулинарный предпочтенник спрашивает? Да. И я всегда детям говорю так, хороший повар доктора стоит. Кулинарные олимпийцы готовы к параду десертов. И вот шедевр от Екатерины Савоскиной. Это шоколадный драйфл. Идет карамель, апельсиновый сок, апельсиновые кусочки, яблоко, груша закарамизированные. Сколько такое блюдо могло бы стоить? Вот 350. Заур Тимир Булатов преподнес чизкейк. Но его он так украсил, что это стало достижением кулинарного искусства. Какой? Ореховый. А, ореховый шарик. Это голубика? Да. Нет, это черника. А, черника. Это апельсина? Филе, мята. Нет, а вот этот красный? Красный, это соус, это брусичный соус. Ваше блюдо сколько стоило бы в ресторане Кисловодска? Ну, рублей 500. Минимум? Да. За меньшее не продали бы? Не знаю. Максим Курочкин считает, что десерты должны быть не только вкусными, но и иметь интересные названия, чтобы ценник был выше. Это что такое? Кнели, яблочные кнели. То есть кусочки яблок залитые белым шоколадным муссом. Также карамельное яблоко и соус «Мягкая карамель». Если бы это называлось яблоко в белом шоколаде, его меньше заказывали бы? Ну, конечно же, не яблоко в белом шоколаде. Вы бы назвали его как-нибудь, не знаю, «Жемчужный глаз», к примеру. Чтобы заказали. Да, я заинтриговариваю названием. Алина Узденова из песочного теста испекла не просто корзиночку, а наполнила десерт разнообразием вкусов. Теперь вы мне объясните. Вот в Зеленчуке у простой домохозяйки может быть столько ингредиентов, чтобы такую красоту сделать? Смотря кем она работает. Ну. Какую прибыль получает. А, да? Если у нее муж с хорошей зарплатой. То есть подождите, такая песочная корзинка может быть только у женщины, у которой муж с хорошей зарплатой? Может быть. И вот самое дорогое блюдо – блинчики от Амина Тикеева. Всего лишь по 600 рублей. Амина, скажите, пожалуйста, как вы умудрились из простых блинчиков сделать вот такой вот шедевр? Это арабские блины с фруктами. Какие блины? Арабские. У арабов тоже блины есть? Арабский десерт. Там внутри яблоко и творожный крем. А вот это стекло, это что такое? Это из-за мальц. Объясните нам, деревенским, что это такое? Можно ли его кушать? Можно это съедутный продукт. Короче, можно готовиться к масленице вот такими вот вещами. Республиканский кулинарный конкурс повышает не только мастерство студентов, но и их самооценку. И таким мастерам уже никто не будет предлагать маленькую зарплату. И дорогие десерты откроют дорогу в мир звезд. Звезд Мишлена. Руслан Куркмазов, Али Бостанов. Десертные вести. Карачаева, Черкесия.